Чрезвычайные ситуации связаны с непогодой в горах Дагестана, проблемы с вывозом мусора и отключением света. Это основные темы обсуждения на оперативном штабе. Заседание прошло под руководством главы республики Сергея Меликова. Подробнее расскажет Любава Маслова. Отрезанные от цивилизации в 50 населенных пунктах в горной зоне нарушилось дорожное сообщение из-за непогоды. Также сильный ветер и разливы рек повредили линии электропередач. О ликвидации чрезвычайной ситуации доложил руководитель МЧС. В отдельных муниципалитетах восстановили электроснабжение и открыли дороги. Однако в Рутульском районе сохраняется опасность смыва 15 домов и местной больницы. А в Агульском в четыре села можно добраться только пешком. Обрушение, находясь в свободе непосредственно близости, жилых, домовладений, социальных объектов и опорщиков, в свободных линиях электропередач в Арктийском, Рутульском и Суманском стадии районах предлагает весь режим функционирования большей готовности. Орегиональный уровень с целью проведения принтера против балки и препятствий неоткорных районов. При положительном решении указа нами будет ввести проект указан в основном порядке. Свет, мусор, транспорт – топ-3 проблемы, с которыми дагестанцы обращаются в Центр управления регионом. Без электроснабжения в июле подолгу оставались целые микрорайоны городов и села. Мусор только в столице не вывозили неделями, а маршрутки и автобусы приходилось ждать часами. Всего за месяц поступило 12 тысяч жалоб. И говорить о том, что в жару, в сорокогразностную, люди испытывают нехватку холодной или охлажденной воды, нехватку свежего воздуха – это тоже бесполезно. Поэтому я всегда приношу извинения тем, кто еще испытывает неудобства. Мы делаем так, чтобы этих неудобств было с каждым годом все меньше и меньше. В этом году у нас сильно пострадал редукторный. Значит, мы основные силы будем сосредоточивать на редукторном. И так дальше поэтапно будем ремонтировать. Об успехах в имущественной и земельной сфере за первое полугодие рассказал Заур Эминов. Так, доходы по имущественному налогу увеличились более чем на 500 миллионов. Плановый показатель перевыполнен на 60 миллионов. В соответствии с графиком ведется работа по внесению границ населенных пунктов в ЕГРН. 10 муниципалитетов полностью ее завершили. На начало 2022 года в ЕГРН было внесено всего 168 границ населенных пунктов. На сегодня внесено уже 660 границ или 41,9%. В целом по этому году мы тоже пока идем в соответствии с новым утвержденным графиком. Нам за два месяца необходимо внести 66 границ населенных пунктов. Эта задача у нас до 1 октября текущего года. На экране вы можете видеть муниципальные образования, которые полностью завершили эту работу. Подвели в ходе заседания итоги Кавказского инвестиционного форума. Для региона достигнут ряд важных соглашений. Только об инвестиционных проектах на сумму более 14 миллиардов. Они предполагают строительство пятизвездочного отеля на 220 мест и крупнейшего склада маркетплейсов в СКФО. Руководители муниципальных образований, которые заинтересованы в таких программах, как, например, развитие горных территорий, требуют активного и объективного участия в плане подачи предложений. Особое внимание на форуме уделили развитию горных территорий. Круглый столб провели с партнерами из Кыргызстана. А большой форум, посвященный устойчивому развитию горной зоны, пройдет в Дагестане уже в 2025 году. Любовь Маслова, Сайд Кутиф, Паризат Курбанова. Время новостей.